Сегодня утром в 8.54 в Иркутске произошло землетрясение с последующими авторшоками. По информации МЧС, эпицентр в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее населенного пункта Большое Галаусное Иркутского района. В Иркутске ощущалось 5 баллов. Жители города массово эвакуировались из зданий, ожидая повторных толчков. Сильно дрожала мебель, предметы, висящие на стенах, тряслись. В некоторых районах города отключилось электричество. По сообщениям диспетчерских служб, разрушений нет. Системы жизнеобеспечения и социально значимые объекты работают в штатном режиме. Информация продолжает обновляться. Военный комиссар Иркутской области и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона ответили на самые волнующие вопросы о мобилизации. В ходе прямого эфира они рассказали о выплатах, которые полагаются мобилизованным. Это был самый популярный вопрос. По их информации, практически всем уже перечислили средства в 22 финансовые организации. Есть доработки по реквизитам некоторых мобилизованных. Эти проблемы решают. Спрашивали и о сроках перечисления заработной платы. Приказы о начислении денежного довольствия будут издавать в период с 10 по 20 число каждого месяца. Также поступило много вопросов от женщин насчет алиментов. Эксперты сообщили, что сейчас судебные приставы работают, чтобы выявить всех мобилизованных, у которых есть такие обязательства. Нужные суммы будут высчитываться из денежного довольствия. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства поджога, жертвами которого стали четыре человека. В деревне Верхний Кукут в результате ссоры с женой мужчина облил дом бензином изнутри и поджег, после чего скрылся с места преступления. В сгоревшем доме находились трое человек, они погибли. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно принялись искать преступника. Опросили десятки местных жителей, прочесали лесной массив. В нескольких километрах от дома обнаружили труп разыскиваемого. По предварительной информации, мужчина мог погибнуть из-за полученных на месте преступления ожогов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса. Убийство малолетнего двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. В гаражном кооперативе Братска не могут поделить территорию. На дороге, ведущей к гаражам, появился большой контейнер и перекрыл проезд. Не полностью, однако, большая машина проехать здесь уже не сможет. На двух улицах чуть больше 40 гаражей. Каждая из них выходила на дорогу общего пользования. Недавно один из проездов перекрыли магазином. Владельцы боксов стали возмущаться и предъявили претензии хозяйке нового строения. Она отказалась от комментариев, подчеркнув, что сейчас идет судебное разбирательство. Уберут ли неудобный контейнер, решит суд. Заседание состоится в конце октября. Пытались договориться, с ней писали письма. Ответов не было ни одного письма. Составили документы, подали в суд на установление сервитуда. После первого заседания, то, что она прошла, она не явилась, она сразу на следующий день установила контейнер и закрыла нам вообще проезд. С начала года в Ангарске за тонировку передних стекол оштрафовали около 3,5 тысяч водителей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка» проходило в Иркутской области в течение трех дней. Полицейские напомнили водителям о запрете на затемнение передних стекол и установку каркасных штор. Это может создать аварийную ситуацию, особенно в ночное время. Желающих скрыться от солнца меньше не становится, отмечают инспекторы. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила и в том числе отказаться от тонирования передних стекол. Штраф предусмотрен в любом случае за данное правонарушение. Единственное, чтобы устранить данный недостаток, который имеется на транспортном средстве, либо предоставляется право сделать это на месте, либо на усмотрение сотрудника госавтоинспекции выделяется срок для устранения и предоставления транспортного средства в ГИБДД. Чаще всего водители наши устраняют на месте. Усальчанка победила на международных летних паралимпийских играх. Они прошли со 2 по 9 октября в Сочи. На больших состязаниях выступили более тысячи участников из 11 регионов страны. Всего иркутяне привезли 9 медалей с соревнований. Усальчанка Светлана Виноградова, мастер спорта России, выступила в категории «Лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в дисциплинах легкой атлетики. Золотую медаль она завоевала в соревнованиях по метанию копья, а потом получила еще и серебро за турнир по толканию ядра. Спортсменка подчеркнула, что нельзя зацикливаться на своих болезнях, нужно двигаться дальше, ведь это не приговор. Мечтает она о том, чтобы теперь принять участие в чемпионате мира.